Вот немножко прикупил оборудование себе, новая камера, еще не успел освоить буквально. Я все-таки нашел возможность выехать, нашел машину. Вроде все так собрал по вещам, осталось еды и там снаряжение. Почти готов к выезду, но остался последний штрих. У нас у папы юбилей. Скоро. Заранее, конечно, нежелательно дарить, но все, папа, давай. Сейчас опять очень неприятно ехать, дождь льет, темно. Все, езжаем. Я на самом деле никого не предупредил, что я приеду. Никто не знает, что-то Лена не знает. Вы дома? Я сейчас только пришла, ага. Пустите, я попасть не могу, у вас тут все изменилось. Ты приехал, что ли? Да, да, да. Ну я проездом. Да елка, не ловай, это же так. Проверка связи. Вот немножко прикупил оборудование себе, новая камера. Еще не успел освоить буквально вчера ее взял. И сейчас вот пытаюсь разобраться, чтобы ей... Ну очень прикольная камера. У меня была первая версия нее, Osmo, просто Osmo Pocket. А это Osmo Pocket 2. Взял ее исключительно из-за того, что здесь обещают по обзорам. Очень хороший микрофон. Есть петличка, вот сейчас буду осваивать. Ну, управлять пока вот непросто, потому что тут подвес, видите, механическая стабилизация. Фишка. Приветствую. Оп. Все. Сравним качество звука, как раз GoPro и вот ее. Друзья, я вас приветствую в осеннем сосновом бару. Сегодня у нас 19 сентября. Я все-таки нашел возможность выехать, нашел машину на несколько месяцев. RAV4 Toyota. И, конечно, я планировал это все сделать, выезд немножко по-другому, пораньше, в сентябре. Блин, а я смотрю вниз. Тут вообще новая камера, мне надо попривыкать. Здесь есть экранчик, и я до него смотрю, вместо того, что смотреть в камеру. Сейчас, наверное, это будет на видео заметно. Ну, ладно, давайте посмотрим, сейчас я вам все расскажу. Тут ветер на улице. Так, бежит. Так вот, она переворачивается. Ну, собираю вещи. Все, что мне может потребоваться там в дороге. Вроде ничего не забыл, но если что-то забуду, то докуплю. Ну, там багажик, не сказать, что гигантский, но я думаю, что мне для моих нужд вполне его хватит. Что мне нравится? В Toyota, что здесь можно вот так вот, оп, и делаешь ровный пол буквально за пару минут. Сейчас, поп, секунду. Вот. Ну, а тут я буду вещи просто. Тут вещи, там вещи. Ну, а если ко мне присоединятся друзья, тогда будем как-нибудь и тут, и там как-то распределяться. Значит, вот так вот здесь внутри у меня уютненько. Конечно, это не сходик. 98-го года, поновее машинка. Ну, и вот тут, конечно, гораздо приятнее будет, наверное, ездить. Надеюсь, не подведет. Так, что хотел рассказать. Значит, хотел я выехать, получается, где-то в начале сентября все решить, но не успел, не получилось. Поэтому выезжая 19-го, ну, 20-го сентября, завтра. И уже план немножко другой. Я хотел выехать в сторону Крыма, но по дороге заехать в кучу разных мест. Хотел в Вологде побывать, там у меня есть друзья, заехать к ним в гости. Ну, уже Воронеж у меня там деревня, да, в Воронежской области. Воронеж-то моя родина. Я хотел там побыть, побыть больше с родными, но, похоже, я это сделаю уже на обратном пути. А там, ну, заеду буквально там, ну, не знаю. Суть в чем, что у меня там сейчас отдыхает мама и тетя. Они отдыхают в Крыму, там сестра, там родственники по мужа-сестры линии. И вот, ну, основное, что я хочу успеть к маме с тетей, побыть с ними. Мы ни разу не были вместе с мамой на море, ну, кроме как на свадьбе сестры там несколько дней. То есть, ну, хочется вот так вот с родными провести время. Они уже уезжают, по-моему, в субботу. То есть, это сегодня у нас воскресенье, то есть, через неделю. И мне надо быстрее успеть, что хотя бы два-три дня побыть вот с родителями, ну, с мамой, с тетей. А потом уже я, ну, уже буду думать, куда дальше. На самом деле, я еще ничего не спланировал, свой маршрут. Я знаю, что сейчас мне нужно просто топнуть до Крыма. Я ни разу не был в таких путешествиях. И для меня это просто сейчас, ну, такое, ну, очень-очень такое ожидание чего-то нового, неизвестного, необычного. И, ну, прям, это такое предвкушение. И вот, ну, хочу этими приключениями делиться с вами. В планах у меня объехать, ну, где смогу все южное побережье, там, ну, где тепло, там пока и буду. Потому что здесь у нас уже 10 градусов, уже сейчас ветер, сильно холодно в Питере. Надо ехать в тепло, погреться. Что сейчас заметил, что вот эта новая камера, мне на нее не очень удобно, ну, вот и разговаривать даже немножко запинаюсь. Я привык, GoPro взял, там, и с ней там ходишь, что-то разговариваешь, а сейчас я за ней надо следить немножко, чтобы она так вот смотрела, куда нужно. В общем, буду осваивать дороги. Наверняка будут какие-то поначалу нелепости, но я хочу сейчас научиться вот ей грамотно, потому что если я научиться пользоваться, я уверен, что это очень будет крутая камера. Надеюсь, что звук меня сейчас не подводит. Вот тоже на видео сравним. Можете тоже там дать обратную связь, где лучше звук, на старых моих видео, где просто микрофон GoPro, либо вот здесь, на этой камере. Это тоже проверим. Вот, что еще хотел сказать, но пока все, буду собираться. Вроде все так собрал, по вещам осталось еды, там, снаряжение еще там, съемочное всякое. Почти готово. Папе, спасибо, помогает тоже все собрать, подготовить. Постригся очень-очень коротко, прям даже чересчур меня обстригли. Ну, как раз, чтобы там не искать хороший парикмахерскую. Передавай всем привет. Все, всем привет. Провожаешь сына в долгий путь. Не переживай. Хорошей дороги. Ко меня домой отвези. Домой. Ну, я-то еще никуда не еду. Сейчас они везде собираться. Лето ждешь, 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 тешная еда. Папа говорит, все лето закончилось, да, уже осень. Ветер такой холодный, да, мы сейчас задубили. Ветер холодно. Хоп, поеду потом. Так, ну все, вещи потихоньку собираю, уже полная машина, почти готов к выезду. Но остался последний штрих. У нас у папы юбилей скоро. Но меня не будет, поэтому мы от всей семьи подарили ему такой вот подарок на рыбалку. Папа, у меня рыбак, очень любит рыбалку. Это эхолот. Папа, все белеем тебя. Заранее, конечно, нежелательно дарить, но... Это почему я плохой был, рыбак до этого? Потому что у меня эхолота не была. А сейчас в 60 лет начну рыбу ловить эхолотом. Все, вся рыба твоя, правда. Все, спасибо. Все, поздравляю тебя с наступающим. Ну что, ну я готов к выезду, сейчас папа меня проводит в дорогу. Спасибо. Давай аккуратно вам. Хорошей дороги. Кот, пожелай тоже хорошей дороги. Котик у нас заболел, бедняга. Может быть, ему уже мало осталось, старичку. Ну что, ладно. Напоследок снимем кота перед дорожкой, да, барончик? Барончик. Чихает постоянно. Сопливит кот. Ладно, все, барончик, давай. Все, папа, давай. Стесняется, он не накрашен. Я с тобой еду, не знаю, до Крыма я с тобой еду. Ты же спрашиваешь? Короче, я перебил Илюх, ну что там, что? Это из твоей идеи, что, типа, ничего не знаешь, что будет завтра, не знаешь, что тебя ждет. Я вот не знаю, до куда я с тобой еду. До Москвы, до Воронежа, а может быть, до Крыма. Ну, клево. Посмотрим, пока курс до Воронежа взяли, сколько времени-то сейчас уже? Время сейчас уже 18.37. Долго мы собираемся, пока тут то-се. Я уже в Москву не буду заезжать, останавливаться. Да, Илюх, в Москву-то мы проскочим все-таки, наверное. Да, ну, может, меня там выкинешь? Ну, ты скажешь, да. По идее, я поставил до Воронежа маршрут, и Воронеж, вот, мне показывает, 8 утра. Я буду в Воронеже, это через, получается, ого, это 13 часов. Ну, в общем, где-то поспим за Москвой, я думаю, я хочу Москву проскочить. И за Москвой где-нибудь тормознем, в машине поспим. Вот, пока так. Илюха, мою камеру решила, ну, стабилизацию, тестировать. Ну, это как квадрокоптеры стабилизации, видишь, механическая стабилизация. Вот, чем она лучше? Гупро, это электронная стабилизация, программная, да, она обрезает кадры, а это чисто механическая. Но ей нужно полобщиться, пользоваться. Она, ну, сложновато в управлении, нужно резы ему понять, как там, что работает. А ты снял, кстати, вот, покажи, вот сюда, вот, назад, назад, давай, выведешь сюда вот так. Вот у нас сколько тут всего. Да, барахлишко-то, как у цыгана. Ну, я, на самом деле, еще вещи сестре везу в Севастополь. То есть, тут часть этого выкинем, и потом буду как-то упаковывать все. Потому что я так торопился, просто покидал на заднее сиденье. Уже вот в Крыму там упакуемся нормально, чтобы было. Может, ко мне в Крыму еще друзья приедут, парень с девушкой. Так что, так-то, в целом, я не один, получается. Хотел один путешествовать, но пока... Хотел один, ага, сейчас. Ну что, в добрый путь, сейчас выскакиваем на платную дорогу. Ставим одного. Не оставляет на них кто одного, да? Да, да, да. Пристегниський. Ну, ладно. Какое-то необычное, что-то, да, я издалека не понял, что это такое тут едет. Как мне там проскочить-то вообще? Какой-то эшелон. Большая ширина написано. Да, да, да. Что-то стрелое здесь. Смотри, прям вот это. О-о-о, давай, надо как-то, это, охренеть. Проходим тут, да? Ну, блин, впритык, да. Ну, как же, не-не, расстояние есть. Ты там не особо, не особо прижимайся. Нормально, нормально. Если как-то необычно, так не общусь. Более, более. Это дом какой-то? Камер, да, обученный. Это, наверное, везут в дом цельный куда-то ставить. Да, да, да. Готовы, мне осталось. Становились. Там прикольно, просто в туалете моргает свет, я думал, сломан. Ну, пойдем, я это покажу. Я первый раз на платной дороге в Москву, и вот для меня все новое. Вот тут туалеты такие, хочу показать вам тоже. Ну, достаточно цивильно открываешь. Я такой, ой, думал, свет испорчен, мигает так. Думаю, ну, ладно, зайду так, заходите сюда. Ну, как будто оно по глазам так бьет. Ну, прям, знаешь, как будто какой-то психоделий какой-то, фильм непонятный. Думаю, что за сломанный свет. Оказывается, я тут смотрю, кнопочку вот так вот, типа, чтобы закрыть дверь. Оп. И все нормально. Ну, так тут цивильника, слушай, прям прикольно. Ну, так вот. Фу. Фу. Ладно, выходим. Перекусим и поехали дальше. На GoPro все-таки, блин, привычный мне снимать удобнее. Ходишь так вот, чем не нравится GoPro, чем та камера. Я вот сейчас на нее. Видишь ее? Да, ладно. Свои гомосяцкие шуточки сдерживаю. Перекусончик у нас как в поезде. Да? Яички вареные. Яички. Курочки в фольгу. Вареные яйца. Огурцы. Помидоры. Ну, что, миску. В конце восьмой в порядке пребывает. Осторожно, на пятом пути разборка. Такие фразы. Так, это стоишь в тишине на станции, да, какие-то голоса? Да. Все, четыре часа. Наконец-то Москву проскочили. Уже почти полпятого. Сейчас на заправке остановились, чуть поспим. И дальше уже, завтра надеюсь быть уже в деревне. В Ромнической области, деревне Подгорьной. Ты куда собрался? Не знаешь? Да я в Крым вообще. Я не знаю, вы в Крым, да? Вот до чего жизнь кочевая доводит. Приходится спать, где попала. Нормально же, что? Хорошо даже. Ну, все, спокойно. Решили достать все-таки спальню, это, постельное бене. А лучше можно устроиться. Зачем мы ленились, вытаскивались вот так. Всем доброе утро. Ох, сейчас Питер, у меня уже 10 часов пасти. Надо бы ехать. Похладненько. Да-да. Отрец, ладно. Спасибо моему другу Мишане. Вы его могли видеть, когда он встречал меня в аэропорту в Питере. Когда я сих пути прилетел. Мишаня, здарова. Подарил мне набор для чая-матэ. Я давно хотел попробовать. Я вот сейчас пью его, третий день. Мне очень нравится, как он тонизирует, как он... Ну, тут нет такого прям жестко-бодрящего эффекта, как от кофе. Ну, потом расскажу отдельно про это. Распробую. Хотел бы сказать, что утро доброе, но... Игорь, с утра хлопнул дверью раз 150. Ну все, Илюха меня покидает в Москве в итоге. Наверное, до Краснодара ты не доедешь? Да, надо мне выйти здесь лучше. Тебе счастливой дороги. Добраться до всех крутых мест. Показать нам все, что ты увидишь, рассказать. И мы очень ждем. Сам в Крыму не был, но я бы с тобой с удовольствием рванул. Так что смотрите, Иркина. Я буду ждать эту серию. Спасибо, Илюха. Давай, держи Крыма. Спасибо, что оставил мне компанию. Первые сутки мне так, кстати, проще было как раз. Я хотел один же, но как бы, когда с кем-то все равно так проще раскачаться. И теперь вот дальше я уже сам. Илюх, вот станция Вострякова привез его. Это Москва, вы не думаете, что? Ну что, я остался один. Как я и планировал. Хотя потом ко мне в Крыму друзья присоединятся. То есть тут не получится, что я прям совсем один буду кататься. Что-то Илюха возвращается. Что случилось? Не могу тебя забыть, Игорь. Да, это, только ближайший рейс 13.30. Да? Сейчас пойду, посмотрю, как все доехать. Ну, ничего. На автобусе какого-то. Ну, отсюда есть или тебя куда-то довезти еще? Не, не надо. Это только в Домодедово. Я сейчас, ну, тут спрошу, когда будет добираться. Ну, спроси, давай я тебя подожду. Сейчас решим, спроси. Проехал я вчера 833 километра. 12 часов в пути у меня получилось. Ну, час я ехал из Соснового гора в Питер. Там немножко походил, там сырью подождал. И, считай, 11 часов я вот... В 4 утра мы приехали вот на место стоянки. Сейчас мне ехать, я тогда сейчас сразу в деревню, в Подгорное поеду. 7 часов показывает навигатор. В 18.41 я буду только вечером там. Хотел пораньше приехать со всеми там, увидеться с друзьями, с родственниками. Ну, я увижусь, получается, ну, так быстренько по всем пробегусь. Посплю и с утра поеду уже в Крым. Денежки, денежки. Вся дорога, как мне сказали, 5300 обойдется, если от чистого с Питера до Краснодара, там до конца по платным дорогам. Тут по чуть-чуть. Сначала 170 рублей, потом 270. Вот с Питера до Москвы я отдал 1800. Блин, я забыл, а потом скажу. Мне нужно было проскочить, чтобы заночевать, чтобы в Москве потом не изострять. Ну, и нормально. Сейчас по трассе поплатно еду, она вообще нормально. Ну, то есть так. Так, а интег стоит? Да, ну, так вот. Я хотел просто в Воронеж, ну, в Воронежскую область, в свои родные места приехать. Хотелось, чтобы погода хорошая была, как я себе это представлял. Поля там все эти, останавливаться, поснимать. А сейчас, во-первых, я туда уже приеду. Камера наблюдения. Пол восьмого приеду где-то или в восемь, смотря, как ехать буду вечером. То есть уже будет темно, когда я буду ехать. Я вот сейчас анализирую. Ну, вот что-то эта погода... Камер нет. Не радует. Такая вот... Кукурузные поля проехали сейчас. Не успел оттормозиться. Все, начинаются те места. Мы в Воронежской области. Ну, до Воронежа еще километров сто. Где-то так. Это уже Воронежская область. И вот тут уже я сейчас смотрю. Такое одно и все начинается прямо вот. Какой запах. Пахнет то ли пшеницей, то ли такой забытый запах. Я уже много лет его не чувствовал. Сейчас вот долго-долго по трассе дождь. Мне вот первый раз сейчас остановился, чтобы вдохнуть этот воздух, можно сказать, родной земли. Родился я в Воронеже, но все детство провел. В Воронежской области, вот в Подгорном, куда мы сейчас едем. Конечно, было бы круче там сейчас поблизко что-нибудь поснимать. Потому что Подгорное называется так, потому что вокруг горы такие холмы высокие. Здесь я такого пока не наблюдаю. Раньше все время ездил на поезде. И вот помню это чувство, когда ты вот приближаешься к этим местам. И начинается холмистая такая местность. Все вот природа, все ближе и ближе к той, которая так близка. Сейчас пока в предвкушении. Сейчас, когда я буду въезжать через часика-два примерно вот. Прям вот я буду видеть, узнавать те родные места, которые я последний раз видел. Там лет 7 назад, наверное, даже не помню, когда я последний раз был. Вот это, конечно, это круто. Смотрите, что я нашел интересное. Прям не ожидал. Военно-полевой лагерь образца 43-го года. Куча техники. Блин, жалко, времени мало. Еще говорят, тут на этой технике можно покататься. Практически на любой. Но стоит там что-то около 4 тысяч плюс-минус. Можно пострелять. Пойдемте, постреляем. Я вот себе приобрел. Сказали, что это прямо с курской дуги. Затвор вверх. Я сюда. На себя. Патрон вставляем. Патрон хвосты. Сильно. А ты? Да. Затвор берем. На себя доводим. Вот так получится. Давайте, я попробую. Заклинило? Я думал, я сейчас слаб совсем. Это пулемет Горюнова, но из него у нас пострелять не получится. Что-то его подзаклинило. Это немецкий карабин Маузера. А, немецкий. Давайте с Маузера тогда. Нажимаем. Это вот ДП-27. Дегтярев пехотный. Пехотный, да? Да. Они во время войны использовались с 1927 года. Это уже ручной племет Дегтярева, но он послевоенный. 46-й. Даже этот отдачу дал по пальцам. Ничего себе. Неожиданно было. Ну все, помчали. Быстренько осмотрелись. О, здесь же можно посидеть. Круто. Вот как ездить. Палец отбил вообще жестко. Полевая кухня. Ну, этот ничего не видно. Ух ты, здесь прямо как атмосфера такая. Вот сейчас опять очень неприятно ехать. Дождь льет, темно. Это сейчас только фонари вот пошли. Вот сейчас трассу, что-то я не подумал поснимать. Сосредоточенный ехал. Ну, ни фонарей, ничего. Темно, льет все. И вообще ничего не видно. Такое напряжение опять вечернее. Ну, сейчас хоть фонари пошли. Нормально. Камера наблюдения. Ну, вот так вот без фонарей. Кстати, ну, через камеру как будто бы не так уж это и страшно смотрится. Но вот живую, что-то как-то вообще видимость нулевая практически. Теперь туман. Сейчас проехал Кулешовку. Это вот... Раньше мы туда ездили там на мотоциклах, помню. Ну, не часто я там был, короче. Езжаем. Я называю Подгорное. Как-то у меня привычка какая-то с детства. А так, на самом деле, это Подгоринский. Рабочий поселок Подгоринский. Да, очень жалко, что я ночью приехал. Как-то это немножко не то. Но все равно вы не представляете, какие у меня сейчас эмоции. Ну, завтра будет день. Я завтра покатаюсь, подробнее все расскажу. А тут все вот места знакомые. Везде тут гулял, лазил. Я на самом деле никого не предупредил, что я приеду. Никто не знает. Тетя Лена не знает, тетя моя, мамина сестра. Сейчас и друг тут рядом живет, я тоже хочу к нему заскочить. Позвоним вместе и удивим. Что-то попасть не могу к тетя Лене. Не знаю, дома, не дома. Сейчас буду звонить тогда. Алло. Тетя Лен. Да. Здрасте, это я, Игорь. А, Игорь, здравствуй, здравствуй. Что там вы делаете? Я же с WhatsApp'а что-то не дозвонился. Это? Да, но я только-только на это самое пришла, у меня не было дома. А, но вы дома? Ну, я сейчас только пришла, ага. Пустите, я это, попасть не могу, у вас тут все изменилось. Ты приехал, что ли? Да, 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 да. Ну, я проездом. Да елка, не ловай, ну, тогда да. Я отойду. Я решил сюрприз, хотел так открывать, да? Давай, сейчас захожу, сейчас давай, Игорь. Ладно. Родственники мы особо сниматься не любят, только мама с папой, поэтому без вас, в общем, встретимся. Я настолько давно тут не был летом. Ну, когда все зеленое, что я сейчас не смог найти нормально дом друга своего. Вот я предположил, что это он. Сейчас позвоним. Сереге. Он тоже не знает, что я приехал. Не знаю, дома ли он, не дома. Тут, может, он на работе. Здорово! Здорово! А ты что там, работаешь? На работе, да. Смотрите, что там. Ну, поболтать. Решил, что ты? В ночь? Ну, мало. В какое-то время еще. Слушай-ка. Твои ворота, нет? Тихо, матом. Нет, я завтра уезжаю уже, я проездом. Думал тебя поймать. Да, да, да. Сколько ты будешь? Ну вот, и ты когда будешь дома? Я днем. Я сейчас учет Лена, я посплю. И это самое. Выезжаю. Ты на машине? Да, да, да. Ладно, на этом мы закончим на сегодня. Итак, подведем итоги, что вот первый день я проехал 833 километра. Сегодня 680 километров за 9 часов. Осталось мне, я посмотрел, ну, километраж я не посмотрел, что если до Анапы ехать, это 11 часов. То есть я завтра, я хочу проспаться, завтра хочу еще тут по поселку прокатиться. И, ну, наверное, к ночи куда-нибудь в ту степь доберусь, заночую. И уже послезавтра, ну, хотелось бы выехать, чтобы днем приехать в Крым, чтобы ехать там по Крымскому мосту светло, чтобы было не как сегодня темень кругом. Ну, как-то так, подгадаю. И там останется с мамой, у меня стоит, и побыть пару дней. Она уже, по-моему, в субботу или в воскресенье выезжает. Вот. Всем всего хорошего и отдыхать. Вы тоже отдыхайте. А, забыл сказать. Еще вот, кто меня постоянно смотрит, знаете, что я не оперативно выкладываю все свои видео. У меня вот с этим беда, потому что мне нужен ноутбук, мне нужно сесть где-то там. То есть я вот сейчас в путешествие, я, по идее, должен приехать, засесть и там несколько дней сидеть, монтировать. Для того, чтобы это делать оперативно, я купил планшет. Но я не научился, не успел научиться пользоваться программой, работать в ней. Поэтому я, похоже, сейчас перееду в Севастополь, все-таки смонтирую все на ноутбуке, постараюсь. И параллельно буду обучаться, как монтажом на планшете заниматься. И то же самое, что вот с камерой. Я сейчас все-таки снимаю на GoPro, потому что мне привычнее. Эту камеру надо достать, вытащить из чехла, включить, потом нажать. Но есть некоторые неудобства, и мне с ней как-то некомфортно пока еще быть раскрепощенным и свободно как-то общаться, разговаривать. Ну, как-то вот что-то не то. В итоге я больше на GoPro в дороге сейчас снимаю, на старую свою камеру. Вот, так что надеюсь, получится это все оперативно выложить, как-то сделать. Ну, по-простенькому смонтирую, без всяких там выпендриваться не буду. Все, давайте. Утомился. А что она сама головой только крутит? Ну, она крутит, да. Надо разобраться в режимах. Все. Учим папу операторское мастерство. Все, давайте. Давай. Сибири. Ну, спеши. Главное, не спеши. Не, конечно, я не люблю спешить. Севастополь. Севастополь очень сложный город для вождения. Дороги. Опять все.